Латвийские четвероклассники читают все лучше. Согласно результатам международного исследования PIRLS 2016, среди 50 стран Латвия занимает первое место по этому показателю. В прошлом году было 13-е. Наши школьники оставили позади такие страны, как Дания, Италия, Германия, США и Нидерланды. Подробности у Евгении Копыловой. Но если ты ответишь словом, которое не будет ни ложью, ни правдой, так проходят уроки пятого класса в Рижской средней школе имени Вильгельма Оствальда. Для исследования PIRLS, которое прошло в прошлом году, было отобрано 150 школ. И эта школа показала хорошие результаты. Пятое место, что позволило и Латвии подняться на высокое 11-е место в рейтинге из 50 стран. В 2006 году было 13-е место. Сегодняшние результаты, конечно, порадовали. И гордимся этими результатами. Будет приятный сюрприз для учителей. Но я думаю, что это не подарок, а заслуженный результат. Потому что в нашей школе умение читать – это одно из приоритетов вообще деятельности нашей школы. И это неудивительно. Ученицы Каролина, Юлия и Виктория рассказывают о том, как учились читать и как проходят занятия. В садике у нас был отдельный такой урок. В садике то, что мы учились читать. Мы сначала читали по слогам, потом уже учились нормально читать. Мы сначала читаем текст. Ну и потом мы... Нам Елена Николаевна задает вопросы. И мы полный ответ отвечаем. И если нам что-то непонятно, может быть, мы спрашиваем или дополняем что-нибудь. Я постоянно поднимаю руку, потому что мне интересно, что будет дальше. И мне хочется высказать всегда свое мнение. В тройке лидеров – Россия, Сингапур и Гонконг. Такие страны, как Дания, Литва, Италия, Германия, США и Нидерланды собрали меньше пунктов, чем Латвия. Самых высоких результатов достигли русские школы в Риге. Также прослеживается, что результаты девочек выше, чем результаты мальчиков. Умение читать – это ключевая составляющая всего дальнейшего процесса обучения. И если недостаточно хорошо усвоить чтение, то и в дальнейшем с учебой будут проблемы. Поэтому очень важно в этом возрасте провести это исследование. Если что-то не в порядке, то в четвертом классе это еще можно исправить. Еще один вывод исследования – самооценка школьников о своем умении читать и анализировать текст куда ниже, чем результаты. Я думаю, мне навыков чтения хватает. Но, конечно, иногда есть запинки, но это в основном слова, которых я не понимаю. Особое внимание развитию навыков чтения обещают уделить при разработке новой модели образования. Также предлагается новый предмет – понимание текста. Развить чтение можно будет не только на уроках языка и литературы, но и на тех предметах, где есть работа с текстом. Например, география, история и физика. Контрольная работа – это только один эпизод жизни. И если ты к контрольной работе все выучишь, и потом быстро забудешь, что в этом нет никакого смысла. Поэтому мы учим читать, действовать по-разному, анализировать. И если ты это умеешь, у тебя не будет абсолютно никаких проблем. Всего в Латвии в исследовании приняли участие 4157 учеников. Евгения Копылова, Кришья Неслейт из Латвийской телевидения.